Друзья, всем привет! Мы находимся в BMG Drive и вы спросите, откуда? Откуда идет снег в этом месте? Ведь вокруг зелень, тепло. Но ведь у нас сейчас за окном происходит примерно такая же ситуация. Осталось 5 дней до лета и, черт возьми, я увидел снег! Как? Откуда? Я не понимаю. Но, друзья, это сейчас не снег в игре. Это пепел. Мы находимся у подножья действующего вулкана. И самое первое, что приходит в голову, сможем ли мы прокатиться по настоящей лаве и сможем ли мы заехать в само жерло вулкана и что там находится. Поэтому сегодня с вами мы изучим эту карту и для этого мы выберем какой-нибудь интересный автомобиль. Итак, ребята, это будет на неплохих таких дисках семерочка. Будем считать, что паренек русский путешествовал, да, и приехал как раз-таки к вулкану, чтобы сделать фотографии, прислать их маме, показать, что вот смотри, где я нахожусь, как здесь красиво. И поехал само жерло вулкана. Ну, конечно, только самый глупый человек бы это сделал, да, но наш, так сказать, путешественник не из самых умных. И поэтому он решил, что ну а почему бы нет, ведь нужно сделать красивые фотографии, нужно показать маме, что я действительно вижу. И дорожка, по идее, вообще оффродная, да, немножечко. Но семерка, в принципе, по такой дороге более-менее может пройти. Кстати, карту я еще не видел. Лодка, что? Ну, учитывая то, что она находится на середине и она не привязана к борту, да. А, еще одна. Скорее всего, один кто-то уже утонул. Слушайте, а здесь глубоко? Кто-то ловил рыбку и неудачно, неудачно ее подсек. Но мы понимаем, что это уже абсолютно другая история и как-то ее брать я не хочу в голову. Давай-ка домик, вот где живет этот рыбак. Вот где живет этот рыбак, который, причем, проживает еще и около вулкана. Значит, по идее, здесь безопасно. Нифига себе, у него там фундамент, блин. Есть, значит, у него подвал, явно неплохой такой. Ну, а мы направляемся дальше по дороге, идущей в неизвестность абсолютно. Но самое главное, что здесь эта дорога есть. То есть люди здесь ездят, раз она вот так вот хорошо проезжена. О, ё-моё, а что это такое выходит? Это мазки такие, что ли? Нифига себе. А вот это, друзья, красиво уже выглядит, посмотрите. Все деревья, которые здесь росли, здесь явно были джунгли раньше. И все деревья, они обожжены. Посмотрите. Они все уничтожены горящим пеплом и лавой, которая здесь прошла. Это выглядит потрясающе и напоминает какой-то фильм даже. Это какой-то Гарри Поттер и Хроники Нарни. О, подождите, а зачем мы выехали сюда? Давайте дальше поедем по дороге, ведь она же куда-то приводит. Где-то же есть конец этой дороги, правильно? Или тут развилка у нас идет? Вот, вам не кажется, что слишком уж много развилок как-то? Я так по... А, это, наверное, специально оффроводная трасса такая, я так полагаю. Но мы, кстати говоря, не повредили вообще еще. Наверное, зря сказал. Но не застряли же здесь. Ну нет. Да, блин. Я не хотел застревать. Так, стоп, нам нужно как-то выехать отсюда. Я немножечко подвинул нашу машинку, но потому что как... Ты отсюда-то хотя бы выйдешь. Потому что как-то, ну, несерьезно получается-то. И давайте все-таки заберемся на эту горочку. Она днищем встает просто здесь. Да, да. Тачка не для Фрода, конечно. Окей, давай тебя еще раз подвинем обратно. Тащим. Опа. Но, вы знаете, я не люблю сдаваться. Я вот человек, который не люблю сдаваться. Если за что-то взялся, да, то я это сделаю, поэтому... О, нет, решеточка радиатора у нас улетела в небытие. Но я заеду. Я заехал и переехал. Но при этом остались мы без решетки. И трубу, кстати, задевать. Ё-моё. Вот это ямочка. Ну. О, отлично. Отлично. Ну, совсем не для этой карты, конечно, машина. Но мы видим, что, скорее всего, центральный вулкан как раз-таки там. Видите? Где сейчас что-то там горит. Вот туда мы и должны поехать. Кстати, здесь тоже огонек есть. Ё-моё. Живи. Живи, братан. Немножко помяли. Но живые. Лава. Но она уже более-менее такая потухшая. Поэтому и... Отлично. То есть здесь идет... Нет, это, походу, было такое дерево. Проехались мы по лаве. Ну а что там будет, если она так... О, что? Разметка? Дорога с разметкой? Вы что, издеваетесь, что ли? Асфальт? И... Здесь что-то было. Парковка? Походу, ребят, здесь что-то было. Здесь было что-то серьезное. И это уничтожено. Это уничтожено. Вот, да, построение мы видим. Смотрите. Все разваленное. Очень много уничтожило. Лава. Что-то здесь все красивое. Что? Неужто? Боже, друзья. Это типа жерло, что ли? Вот этот подлетик мне, честно говоря, не нравится. Я думал... Я думал, жерло находится там. Я даже боюсь как-то подъезжать, ведь она сразу улетит. Да, друзья, посмотрите. Это самый центр, оказывается. И дорога, причем, плавненько, красивенько уходит вниз. Прям подвернуто так. Я хочу посмотреть, но... Давайте все-таки я не буду рисковать. Здесь заторможу. И посмотрим вот таким вот образом. Ребята, обалдеть. Посмотрите. Но я думаю, что, скорее всего, если мы даже и спрыгнем, да, сюда, то, скорее всего, лава нам ничего не сделает. Мне кажется, это просто текстурка. Ну, а вдруг? Наверняка нам нужно сюда съездить. Прям вниз. Там дальше дорога есть. Боже мой. Это точно и на семерке надо делать, друзья. Сто процентов. Но вы знаете, что я немножечко, так скажем, обезбашен и ненормален. Поэтому я специально для вас наберу эту невероятную скорость на семерке, которую только можно. И мы с вами взлетим. Взлетим. Взлетим, что бы там ни было. Если что, мы возьмем какую-нибудь другую машину, не знаю, либо починим ее. Но если здесь не взлететь, то что это такое будет? Давай, семерочка. Покажи класс. Покажи класс. Черт. Я понял. Разворачиваемся. Слушайте, здесь ощущение, что она ездит по льду. Посмотрите. Посмотрите, как ее носит. А сможем ли мы... Смогли. Посмотрите. Она прям такое ощущение, что по сырой грязи ездит. Хотя, по идее, это не так. То есть здесь, наоборот, засуха. Но сцепление с дорогой очень плохое. Но нам это не помешает. Я уверен, и мы сможем развить необходимую скорость. И отправиться в путешествие во времени, блин. Все. Долетим. Долетим, мать его. Ешки-матрешки. Нет. Господи. Прям в лаву. Все. Иван Иванович навсегда утонул в этой бездне. В лаве в этой. И больше его никто не видел. Ни фотографии. Ничего. Вот так вот. Я бы вышел здесь, побегал, конечно. Это не GTA San Andreas. И не GTA V. Здесь мы побегать не сможем. Но это выглядит забавно. Друзья, в этом доме, кстати говоря, живет дядя Игорь. И что самое интересное, он проспал. Он проспал, когда все жители отсюда уезжали. И проснулся только сейчас. И понял, что что-то с его домом не так. Он как-то наклонен. Он вышел во двор к своей шестерке. И увидел, собственно говоря, вот это причудо. Мы сейчас находимся на другой стороне. Да, видите, мы сейчас перелетали. И дядя Игорь решает, что надо срочно валить, пока не поздно. Ноги нагреваются. Как только выходишь, видите, здесь уже более-менее больше температура. Он берет свою шестерку, которая почему-то еще живая. И шины не полопались от такой температуры. И решает приблизиться к вулкану. Посмотреть окрестности, как можно проехать. И посмотрите. Прямо вот по этому пеклу. Это, кстати, уже шестерка, если что. Семерка у нас, к сожалению, взорвалась. Он про это не знает, что уже нет одного человека. Он только проснулся. Он бесстрашный. Он бесстрашный. И на резине поехал по вот этой огромной температуре. Ну, дядя Игорь посмотрел, в общем, и решил, что надо искать дорогу. Надо искать дорогу домой. Ну, уже домой имеется в виду. Не в этот дом, да. В новый дом. Опять же, где живут его родственники. И сейчас его цель первая, это выбраться. Каким-либо методом, но выбраться отсюда. Кстати, мы можем, мы можем все-таки. Я хотел поездить, есть дорога еще здесь. Я хотел поездить прямо по вот этой вот самому пеклу. И у нас есть возможность это сделать, как вы видите. Опа! Да, блин! Черт! Дядя Игорь, походу, тоже остался здесь. Если он выйдет, то он, в принципе, да, по идее он уже поджаривается, как на сковородке. Ну, ладно, будем считать, что температура не настолько высока. Давайте поможем дядю Игорю. Немножечко. Опа! Все, дядя Игорь остался доволен. И машинка очень плохо едет. А, наверное, потому что был заезд. Я думал, что-то повредилось. И вот, посмотрите, прямо по вот этой лаве мы с вами передвигаемся. И шестерка ничего не боится. Автомобиль довольно-таки крепкий. Крепкий, но по идее, понятное дело, понятное дело, что все бы уже взорвалось, разлетелось. И дядя Игорь превратился в котлетку. Мясную, причем, очень даже вкусную. То есть на округе, на округе, на километров 2-3 пахло бы прекрасными мясными котлетами. Это я уверен 100%. Так, ну там, по идее, мы видим уже... Боже, что с нашей шестерочкой? Давайте хотя бы фары включим, не знаю. Там мы видим уже, что конец трассы, но и здесь не начало. Давайте-ка обедем все это дело. Потому что если мы спустимся здесь, то мы застрянем. Это все-таки шестерка. Это не Нива. Это не рейндж-ровер, которые проедут на раз-два здесь. Слушайте, ну что такое? Мы здесь можем вообще объехать или нет? Вопрос. Ну-ка давай потихонечку. Сейчас задним ходом. Давай, 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 ну тащи. Ой, ё-моё, походу мы здесь остались. Последний шанс. Последний шанс есть у шестерки. Отсюда выехать. Да, мы выезжаем. Замечательно. Смотрите, сколько тут ям. Вот этих вот. Ну, жерло самое центральное мы посмотрели. Навряд ли есть еще. И меня интересует вот эта вот дорога в Поднебесье. Дорога в Поднебесье. Что это такое? Куда она ведет? Зачем? И почему? Мы с вами узнаем. Может быть сегодня, может не сегодня. Но мы с вами узнаем определенно. Опять подлётики. Не знаю, каким чудом, да? Но именно на этом месте уцелели подлётики. Что здесь было, непонятно. Но они, народ, навряд ли спасли. Потому что все, кто прыгал, скорее всего, улетали в эту самую лаву. И навсегда вычеркивались из истории человечества. Да, это дорога все-таки. И по ней обязательно нужно будет проехать. Ё-моё. Ну, дядя Игорь, ты на своей вот этой шестерке навряд ли здесь что-то сделаешь. Извини, конечно. А, хотя слушайте. Хотя слушайте, ну проедет, по-моему, да? Проедет дядя Игорь-то. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Чем черт не шутит? Вот, всё-таки, либо здесь умирать, да, ему. Тут ни еды, ни воды. Рыбку нигде не половишь. То есть, всё, здесь ему конец. Один его дом там уцелел еле-еле, и всё. Поэтому отсюда уезжать надо, чтобы это не было. И мы берём разгон. И так же рискуем, как прошлый наш кандидат. И у нас в этот раз, я уверен, что всё получится, потому что расстояние очень маленькое. Очень ма... Дядя Игорь! Ээээ, нет. Чёрт. Чёрт, прямо в пекло. Всё. Давайте просто... Просто будем помнить дяди Игоря. Каким он был. Хорошо? Будем просто помнить. Бедный дядя Игорь. Слушайте, посмотрите. Тут прям жар идёт, видите? Аж жар идёт. Всё, дядя Игоря, тут конец определённый. Ужас. Такая смерть ужасная. А знаете, что самое ужасное? Если дядя Игорь очень много грешил в жизни, то, представляете, он попал сейчас в ад. Имеется в виду в жизни, да? И после этого ада, возможно, опять попал в ад. Вот это просто жесть полная, я считаю. Вот если бы дядя Игорь смог перепрыгнуть, то, поверьте мне, он бы познакомился с Алексеем. Алексей, который стоял здесь на Ниве, и видел этого человека, и ждал. Ждал его. И знал, что если что, я тебя подвезу, если ты перепрыгнешь неудачно. Поэтому дерзай, дерзай. Но Алексей увидел смерть в прямом эфире, так сказать, да? На своих глазах. Ему стало немножко плохо, и он должен теперь отправляться тоже, не зная куда, но подальше отсюда. И в первую очередь он поехал, значит, посмотреть, что у нас находится там. Опять мы видим какой-то подлёт. И эти подлёты, ещё раз говорю, они не спасают. Я боюсь. Там дорога есть. Боже ж ты мой. Ребят, давайте так сделаем. На вот этой вот дорожке в поднебесье мы отправимся потом, а сейчас на вот этой Ниве это Нива. Кто не знает, сейчас я вам покажу, что это такое. Это не просто Нива. Сначала может показаться что-то. Ну, Нива дедовская, и чё? Вот она, друзья. Вот эта машинка. Она очень мощная. Прям вообще капец, что это такое за машина. Кто её создал, понимаете? Поэтому на ней сейчас мы смело отправимся далее по дороге. Нам не нужно прыгать, потому что мы здесь проедем очень легко. Это не шестёрка. Это не семёрка. Посмотрите, она не требует вообще никаких усилий. И здесь она спустится очень легко, посмотрите. Посмотрите на это, какой склон. И мы спокойненько спускаемся. А вот здесь уже, наверное, будет неспокойненько, друзья. Но... Опа! Отлично! Отлично! Ну да, немножечко, немножечко повредили бампер. Но главное, что у нас целые колёса. Да, целые колёса, и мы можем ехать дальше. Посмотрим, куда это ведёт дорога. Ох ты! Слушайте, ну это красиво. Это красиво, безусловно. Дорога здесь просто красивая. Но куда-то же она ведёт. Не просто так же она здесь простелена, вот эта вот оффроудная дорожечка. Кстати, ещё одно жерло. Причём довольно-таки интересное, да? Ровненькое. Там можно покататься, но мы уже более-менее по жерлу покатались. И дядя Игорь побывал там. Ого! Слушайте, у нас два пути. Это либо... Давайте вверх. Я так полагаю, эта дорога ведёт на саму Куру. И мы должны подняться на неё туда вместе с вами. и посмотреть вид оттуда. Что же... Что же хранит в себе эта гора? Как это? Блин, ну ты посмотри, сколько... И туда можно съездить. И туда. Но я всё-таки еду туда, где кажется выше. Поэтому, если дорога ведёт вверх, я еду вверх. Офигеть! Нет, ну это уже чересчур. Не-не-не, это для... Ну не для Нивы же. Нет-нет, это невозможно. Ёпты шмать! Офигеть! Ё-моё! Стоп, 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 стоп! Неужели ты не смогла? Живи! Живи, подруга! Там есть объезд. А-а-а! Она не тащит! Боже ж ты мой! Это жесть, друзья. Меня просто выкинуло. Гора просто сказала, иди отсюда. Колесо поломалось. Давайте подчинимся, давайте подчинимся, потому что с поломанным колесом мы уже определённо не доберёмся до туда. Но такого склона я не видел ещё. И самое интересное, что не видел машины, которая может заехать на такой склон. Не знаю, способен ли на это рейндж-ровер, но сейчас я проверять не очень хочу, честно говоря. И придётся... Нам просто придётся выбирать вот этот вот путь. Там ещё какая-то яма страшная. Нет-нет, ямки там нету. Слушайте, места довольно интересные. Хочется поездить по всем. Надеюсь, мы сможем. Господи. А, это, скорее всего, она и есть. Ну нет, ну это невозможно. Это просто невозможно. Я зря сейчас буду усилия тратить. Посмотрите. Её просто сразу уже скатывает. Офигеть, офигеть. Неужели есть такие тачки, которые способны заехать на такой склон? Это-то склон большой, а там вообще под 90 градусов. Это как? Тащи, деточка! Ни... Что? Дядя Алексей, пожалуйста, выжми из своей нивы всё. Молодец. Молодец, тащи. Вот это Алексей. Вот это я понимаю. Ого. Походу мы, ребята, сейчас приедем к тому самому месту, где начинается дорога в Поднебесье, по которой мы обязательно проедем, посмотрим, что там. А мы уже довольно высоко заехали, друзья. Посмотрите. Посмотрите, какой прекрасный вид. Обалдеть. А дорога ведёт всё выше и выше, но невозможно. Невозможно ехать всегда вверх. И когда-то мы всё равно приедем. Самое главное, чтобы на пути нам не встретились очень высокие подъёмы. Вот смотрите, куда мы едем. Либо туда, либо туда. Но как-то почему-то мне сердце говорит туда езжай. Туда. И я такой, ну о, хорошо. Только перестань мне говорить. И надеюсь, я выбрал правильное решение. Очень опасная дорога. Очень опасная. Я еду потихонечку. Любое неверное движение, и мы улетим с этой игры нахрен. И третий человек умрёт. Этого я не хочу. Хотя бы Алексей, но должен выжить. Блин, здорово было бы здесь поиграть в онлайн-режиме. Вот это было бы действительно интересно. Но, к сожалению, пока это спуск, что ли? Не-не-не-не. Это тупик. Это тупик, господа. И там идёт дорога в Поднебесье, я понял. Это тупичок. Понятное дело, что нам тупики не страшны. По крайней мере, если бы дороги не было вообще, тогда бы да. Но есть ещё одна развилка, на которую мы выйдем. И есть... Ой-ой-ой-ой. Но ничего, ничего. Ну, ого, там очень высокий склон идёт. Обрыв, так сказать, но это не беда. Здесь якобы протекает лава, по которой мы смело проезжаем. Опять же. И дорога, слава богу, ведёт вверх, а не вниз. И я уже прям чувствую, что мы забрались на ту самую гору. Кон... Нет! Нет, пожалуйста! Офигеть! Офигеть! Чего? Ребята, четыре пути. Четыре пути в Поднебесье. И вот оно. Самое жерло вулкана. Наполненное водой. Что? Откуда здесь вода? Давайте, давайте подлетим поближе. Именно подлетим. Я не буду прыгать туда. Я совсем ненормальный, что ли. Но эту дорогу, смотрите, она ведёт ещё... Ё-моё! Ребята, там что-то есть. Я не знаю такую машину, которая способна проехать под водой и не заглохнуть. Но если мы такую машину найдём, то я готов изведывать это место. Если вы готовы вместе со мной изведывать эти дорожки, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно узнаем с вами, что они в себе таят. Всем спасибо и всем пока! Субтитры и субтитры